Привет, дорогой зритель! Добро пожаловать на канал Китай в помощь! Вот в этой маленькой посылке ко мне приехал новый и весьма перспективный автомобильный зарядник от Xiaomi. Итак, новое автомобильное зарядное устройство Xiaomi CC06ZM перед вами. Поставляется оно в совсем простенькой картонной коробке с китайской инструкцией. И обойдется вам примерно в 11-12 долларов. Очевидно, что данный зарядник является переосмыслением прошлой модели CC05ZM. Полный обзор которой был у нас на канале и посмотреть его можно вот по этой ссылке. Так вот, когда я начал изучать новинку и сравнивать ее с предшественником, у меня в голове постоянно крутились два слова удешевление и инновации. Почему инновации, расскажу позже, а вот с удешевлением разберемся прямо сейчас. Итак, вот в таких прочных и солидных коробках приезжали зарядники Xiaomi прошлых поколений. А вот в такую простенькую коробочку из тонкого картона упаковывается новинка. Вроде мелочь, но сходу дает понять, что во главу угла Xiaomi поставили экономию. Идем дальше. Многие, в том числе и я, любили зарядники Xiaomi за их крутой металлический корпус. Так вот забудьте, теперь корпус пластиковый. Плюс это или минус, каждый решит сам. Но удешевление опять же налицо. Далее, зарядное устройство прошлого поколения радовало нас двумя портами, от каждого из которых можно было получить быструю зарядку. Теперь порт для быстрой зарядки только один, выделен оранжевым цветом. Второй порт быструю зарядку не поддерживает. Также новый зарядник немало прибавил в размере. Теперь его размеры 75 на 30 миллиметров, вместо 62 на 25 миллиметров у предшественника. А вот вес новинки наоборот снизился почти вдвое. С 45 грамм до 25 грамм. Очевидно, благодаря более легкому корпусу. Надеюсь, что проблем с рассеиванием тепла у этого корпуса не будет. Впрочем, я не хочу, чтобы вам показалось, что я пытаюсь захейтить новинку. Поэтому справедливости ради отмечу, что при всех очевидных упрощениях, выглядит зарядное устройство достойно. И да, возвращаясь к портам, повторюсь, здесь мы не имеем ничего нового. Пара USB-а гнезд. Не понимаю, почему Xiaomi не стали добавлять USB Type-C порт. Тем более, что технически это было бы полностью оправданно. И тут можно как раз таки перейти к инновациям. Дело в том, что данная модель это первый известный мне зарядник, способный при питании от бортовой сети автомобиля напряжением 12,5 вольт выдать до 20 вольт. То есть, в отличие от других зарядников, которые оснащаются понижающим преобразователем, этот оснащен понижающим повышающим преобразователем. И в сфере автозарядников это реальная инновация. И думаю, среди прочего, именно этим объясняется возросший размер. При этом, думаю, многим может показаться, что эта особенность мелочь. Ну подумаешь, зарядник повышает напряжение в 12 или 14 вольт до 20. Но повторюсь, лично мне не удалось найти аналоги такому заряднику. Именно поэтому меня возмущает отсутствие гнезда USB Type-C. Ведь с ним эти 20 вольт можно было бы использовать для зарядки мощных потребителей по технологиям Power Delivery или Qualcomm Quick Charge 4.0. А так, эта крутая фишка, скорее всего, будет попросту невостребованной, так как устройств, которые способны потребить 20 вольт по протоколу Quick Charge 3.0, очень-очень мало. В общем, всё очень неоднозначно. Также, к слову о технологичности, заявленная мощность этого зарядника по сравнению с предыдущим выросла чуть более чем в 2 раза, до 37 ватт, что очень неплохо. Однако, рекордной такую заявку не назвать. Если учесть, что вот этот зарядник от Ugreen, его обзор можно посмотреть вот по этой ссылке, выдал аж 55 ватт мощности. И это при сопоставимой цене. При этом, тут и корпус металл, и поддержка всех передовых технологий быстрой зарядки, и низкие пульсации, и наличие версии с Type-C портами. В общем, если что, гляните обзор. Пока это, на мой взгляд, лучший автозарядник из Китая. Но вот правда, 20 вольт он выдать не может. Поэтому Xiaomi всё же удалось выманить мои денежки. Надеюсь, об этом я не пожалею. Но подтвердить это можно только с помощью тестов. Именно к ним мы и переходим. Начинаем, как обычно, с измерения мощности зарядника в разных режимах. Традиционно, моделировать бортовую сеть автомобиля будем с помощью регулируемого блока питания мощностью 100 ватт. На блоке выставлено напряжение 12,5 вольт, такой же, как на аккумуляторе автомобиля с заглушенным двигателем. А отслеживать показатели и нагружать зарядник будем с помощью USB-тестеров и нагрузочных модулей от RD. Напоминаю, ссылки на все инструменты и их обзоры вы при желании найдёте в описании. Тестирование начинаем с первого обычного гнезда, на котором нам обещают 5 вольт и 2 ампера. Итак, подключаемся к источнику питания. Я сразу могу отметить, что фирменная белая подсветка никуда не делась. Теперь подключаемся к простому гнезду. И сразу активируем нагрузку на 2 ампера. Отлично! Зарядное устройство спокойно выдаёт 2 ампера, при этом напряжение абсолютно стабильное. Попробуем найти максимальную мощность. И долго искать не пришлось. Максимум, который мы смогли получить от этого гнезда, примерно 2,1 ампера. Теперь разберёмся со вторым оранжевым гнездом. Оно обещает нам намного больше. До 3 ампер в 5 вольтом режиме, до 2,3 ампера в 12 вольтом режиме и до 1,35 в 20 вольтом режиме. Это самое интересное. Подключаемся. Сначала проверяем обычный режим. Нагрузка выставлена сразу на 3 ампера. И как вы видите, никаких проблем. Стабильные 5 вольт и 3 ампера. Ищем предельный максимум. И как вы видите, максимум, который можно получить от этого гнезда в 5 вольтом режиме, примерно 3,2 ампера. Теперь активируем быструю зарядку. Отлично! Напряжение регулируется плавно, значит зарядник поддерживает технологию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 2 и 3 поколений. Итак, достигли 12 вольт, и в этом режиме зарядник спокойно выдает 2,3 ампера. Теперь попробуем перейти к 20 вольтам, но для этого для начала понизим нагрузку. Здорово! Зарядное устройство уже выдает большее напряжение, чем на него подается. Это значит, что повышающий преобразователь работает. Отлично! И вот они, заявленные 20 вольт. То, чего не умеют другие зарядники, которые мы с вами тестировали. И как вы видите, в этом режиме зарядное устройство спокойно выдает заявленные 1,35 ампера. Попробуем найти предельный максимум, но я думаю, что мы скорее упремся в возможности нагрузочного модуля. Уже снимаем 1,5 ампера или 30 ватт. Только гляньте, 1,75 ампера и 35 ватт мощности. Это намного больше, чем нам обещали в этом режиме. И, к сожалению, нагрузить больше этот зарядник с помощью нашего нагрузочного модуля у нас не выйдет. Но главное, мы подтвердили, что в 20 вольтовом режиме этот зарядник может выдать даже больше, чем нам обещали. Теперь попробуем задействовать два гнезда одновременно. Итак, сейчас я снова задействовал гнездо для быстрой зарядки и нагрузил его так же, как в прошлом тесте. 20 вольт 1,75 ампера. Подключаемся ко второму обычному гнезду. Как вы можете видеть, этот тестер не перезагрузился, значит преобразователи разные. В этом зарядном устройстве их два. Теперь смотрим на второй тестер. Нагружаем его сразу на 2 ампера. Видим, что напряжение немного просело, но просело не критично. Критичным является значение 4,75 вольта. Это нижний порог. Итак, мы видим, что сейчас мы снимаем с этого зарядного устройства 45 ватт. Стоит ли говорить, что это намного больше, чем заявленные 37 ватт? Но думаю, и это не предел. Давайте попробуем еще немного его нагрузить. Хотя нет, это все-таки предел. Думал выжать хотя бы еще 1 ватт, но у меня это не получилось. Зарядное устройство отключилось. Соответственно, в финальную таблицу заносим результат 45 ватт мощности. Итак, на данный момент мы уже можем подтвердить заявленную мощность этого зарядника, а также то, что он поддерживает технологии быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 2 и 3 поколения. Теперь проверим технологии быстрой зарядки от Samsung и Huawei. Для этого активируем специальный триггер. Для начала Samsung AFC. Отлично, напряжение выросло до 9 вольт. Эта технология поддерживается. Теперь Huawei FCP. И снова удачно. Напряжение также выросло до 9 вольт, а значит и эта технология поддерживается. Здорово, хотя бы 4 технологии быстрой зарядки у этого зарядника имеются. Но, конечно, отсутствие гнезда USB Type-C и поддержки технологии быстрой зарядки Power Delivery и Quick Charge 4.0 меня расстраивают. С такой высокой мощностью они были бы очень актуальны. Теперь посмотрим, способно ли это зарядное устройство работать длительное время без перегрева. Для этого я нагружаю его на заявленный 37 ватт, используя оба гнезда и оба преобразователя. И в таком виде оставляю на 15 минут. Как показывает практика, перегрев, если зарядник к нему склонен, проявляет себя уже через пару минут. Так что 15 минут хватит с запасом. Итак, по прошествию четверти часа зарядное устройство продолжает исправно работать. Перегрева не обнаружено. Теперь посмотрим, насколько он нагрелся. И в самой горячей точке нагрев составляет немалые 60 градусов. Да, пластиковый корпус явно не способствует отведению тепла. Следующим шагом будем проверять пульсации напряжения. Чем выше этот параметр, тем хуже. И у качественных зарядников этот показатель, как правило, составляет менее 1% от номинального напряжения. Проще говоря, при 5 вольтах этот параметр не должен превышать 50 милливольт. Измерение будем проводить с помощью портативного осциллографа DSO-150. Начинаем с обычного гнезда. Режим 5 вольт, 2 ампера. И в таком режиме пульсации составляют рекордно низкие 6 милливольт. Показатель просто отличный. Теперь я подключился к оранжевому гнезду для быстрой зарядки. Для начала испытаем его в режиме 12 вольт, 2,3 ампера. И в таком режиме пульсации 41 милливольт. И, наконец, тоже гнездо, но уже в режиме 20 вольт, 1,35 ампера. И в таком режиме зарядное устройство пульсирует на 54 милливольта. И, наконец, последний тест. Проверка на защиту от короткого замыкания. Сейчас я замкну плюсовой и минусовой контакты этого зарядника и посмотрим, к чему это приведет. Итак, тестер отключился. И мы видим, что сильно упало потребление зарядного устройства, но упало не до нуля. Сейчас оно потребляет примерно 50 мА или 0,62 вольта. Устраняем короткое замыкание. И зарядное устройство опять заработало в штатном режиме. Соответственно, защита присутствует. И вот теперь давайте оценим все полученные результаты. Их я свел в общую таблицу. А для того, чтобы изучать их было интереснее, я добавил в таблицу зарядники Xiaomi прошлой генерации, а также топовое зарядное устройство от Ugreen, которое пока что занимает первое место в топе нашего канала. Итак, видим, что по мощности новинка существенно опережает обе предыдущие генерации. В этом плане она существенно впереди. А вот до мощности зарядника от бренда конкурента ей далековато. Также абсолютную победу новинка одержала в плане выдаваемого напряжения. Только от нее мы можем получить 20 вольт. Радуют и пульсации. В этом плане CC06ZM также впереди остальных. Если у других зарядников пульсации очень низкие, то тут они вообще еле заметны, если так можно выразиться. Кроме этого, как мы выяснили, этот зарядник имеет два независимых преобразователя. Но в отличие от зарядника Xiaomi второго поколения и зарядника от Ugreen, быструю зарядку поддерживает только один порт. Это, конечно, лучше, чем один интеллектуальный преобразователь у модели CC05ZM, но не так круто, как у двух других зарядников. Ну и нагрев по этому показателю новинка существенно хуже конкурентов. В общем, все результаты я вам показал, а выводы делайте сами. Как по мне, зарядник вышел очень неоднозначный. Высокая мощность и 20 вольтовый режим – крутая инновация, которая упирается в отсутствие гнезда USB Type-C и поддержки Power Delivery. Нагрев хоть и не выходит за рамки допустимого, но явно выше, чем у ближайших конкурентов. Корпус вроде симпатичный и хорошо изолирует начинку, но мало способствует охлаждению. И только посмотрите, как он исцарапался всего за пару часов тестов. В общем, неоднозначно. И да, прости Xiaomi, но при всей моей к вам любви, зарядник от Ugreen остается в топе. А как считаете вы, достойна ли новая модель право занять место в гнезде прикуривателя вашего автомобиля? Делитесь своим мнением в комментариях. Очень надеюсь, что обзор помог вам в выборе, ну или хотя бы немного развлек. Тем, кто на канале впервые, обязательно подписывайтесь и пейте в колокол. Также отдельное спасибо тем, кто не жалеет лайков и рекомендует нас знакомым. Смотрите канал Китай в помощь и берите от жизни лучшее. Субтитры создавал DimaTorzok